Всем приветик! Вы на канале Лилины Басята. Ребята, устраивайтесь поудобнее перед экраном, садите своих байщиков и слушайте интересную сказку. Читай скорее! Хорошо, начинаю читать. Сказка называется «Волшебная коромысла». Китайская сказка. В провинции Юньнань, где издавна живет народ И, есть большая гора Гуань-Инны-Пань. Под горой протекают быстрые ручей с прохладной водой. Каждый день деревенские пастухи пригоняют сюда коров, а сами располагаются на берегу, пока коровы щиплют траву и пьют прозрачную родниковую воду. И вот пастухи заметили, ровно в полдень, неизвестно откуда, появляется красивая девушка, а в стаде вместо девяносто девяти коров становится сто. К вечеру же, когда приходит порогнать коров в деревню, их снова оказывается девяносто девять. А девушка куда-то пропадает. Пастухи скоро подружились с красавицей и очень ее полюбили. Она знала много интересных историй и очень хорошо умела рассказывать их. «Среди этих коров, — сказала однажды девушка, — есть одна непростая, а волшебная. Она ходит по воде, как по земле. Волны перед нею расступаются, на ней можно поехать, как по морю. Вот она какая! И каждый волосок у нее на спине волшебный, выдержит тысячу дзиней. На таком волоске человеку легко любую тяжесть нести, не устанет». Услыхали это пастухи и захотелось им узнать, которая же из коров волшебная. Но девушка только улыбнулась и проговорила, «Заслужить чудесную вещь можно только честным трудом». Сказала она так и исчезла. Солнце уже садилось за гору. Подивились пастухи и решили, что к ним приходит небесная фея. Сосчитали они коров девяносто девять. Волшебную корову фея, наверное, забрала с собой на небо. На другой день пастухам захотелось полакомиться дикими яблоками. Они залезли на дерево, стали срывать плоды и не заметили, как коровы забрались на кукурузное поле. Так они истоптали бы весь посев, если бы их не заметил старик-сторож. Он прибежал на поле, начал кричать, размахивать руками. Да разве одному справиться с таким стадом? Старик схватил свое старое коромысло, на котором носил хворост, и принялся бить коров. А коромысло это уже много лет служило старику. От солнца и дождя оно растрескалось и стало щербатым. Старик разогнал коров и, утомившись, присел отдохнуть. Но и не заметил, что в трещинах его старого коромысла застряли клочки коровьей шерсти. Солнце клонилось к западу, пора было идти домой. Старик набрал две вязанки хвороста, повесил их на коромысло и удивился. Что это? Почему так легко нести? Он прибавил еще вязанку и даже не почувствовал ее веса. Прибавил еще одну, а коромысло так и не стало тяжелее. Что за чудеса? Старик увешал хворостом все коромысло, оставив между вязанками только узенькую щель для плеча. Понес, а тяжести не чувствует. И пошел он по дороге необычно быстро. Точно кто-то подгонял его. Довольно вернулся старик домой, и хворосту много принес, и не устал совсем. С того дня стал он носить на базар огромные вязанки хвороста. Денег у него теперь стало и на еду, и на питье, да еще и оставалось. И зажил он много лучше прежнего. Как-то раз шел старик с хворостом в город и повстречал на дороге богача. Тот удивился, что старик несет огромный груз. И удивился. Неужто старому человеку под силу нести столько? Остановил богач старика и стал расспрашивать. У меня чудесное коромысло, отвечает тот. Сколько ни нагрузи на него, тяжести не чувствуешь. Богач не поверил, попробовал сам. Да, старик правду сказал. Коромысло с хворостом было словно без груза. Разгорелись у богача глаза, и стал он просить старика. Продай мне твое коромысло. Я дам тебе за него пятьсот лан серебра. Долго не соглашался старик. Жаль ему было с таким коромыслом расставаться. Но богач пристал, как комар. Продай, да продай. Ну хорошо, подумал старик. Я на эти пятьсот лан серебра до конца жизни сыт буду. А ты потрудись, пособирай хворост. Старик получил серебро, а богач — волшебное коромысло. И пошли они каждой своей дорогой. Богач вернулся домой, глядит на свое коромысло, не нарадуется. Теперь он рассчитает всех батраков и будет сам носить хворост. Он стал поглаживать коромысло и заметил на нем трещины. Тогда богач отправился к деревенскому плотнику и велел ему получше обстругать и отполировать коромысло, чтобы оно блестело. Плотник взял рубанок, прошелся им разок-другой и снялся шерстинки волшебной коровы. Коромысло стало гладким, блестящим. Но волшебная сила его пропала. Вернулся богач домой и начал хвастать перед женой своей покупкой. Та подумала, в прошлом году, когда богатый урожай собрали, и то он так не радовался, видно, и вправду ценную вещь купил. Захотелось ей самой испытать чудесные свойства коромысла. Повесила она на него сначала маленькую вязаночку хвороста, спину бы не сломать. Да не бойся, закричал ей муж, коромысло ведь волшебное, целый дом повесь, и то не почувствуешь. Он притащил две огромные вязанки хвороста и повесил на коромысло. Но теперь подымай. Жена поднатужилась, охнула и повалилась на землю. Тьфу, какое же оно волшебное! Во сне тебе это приснилось, что ли? Разве женщина может понять истинное волшебство, подумал богач. Он добавил еще две вязанки хвороста, рванул коромысло, что было сила, и оно переломилось. Так и должно было случиться, ведь волшебную вещь можно заслужить только честным трудом. Интересная сказка, правда, ребята? Да, интересная! Нам понравилось! Байщики, ребята, вам понравилось? Надеемся, что да. До встречи в следующем видео. У нас все будет много интересных видео и с прогулками, и с тем, как мы играем. И наши денечки, влоги, и сказки, и всякое разное интересное. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, если еще не подписаны. Мы вам будем всем очень и очень рады. Всего вам самого хорошего! Будьте счастливы! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Пока! Пока! Пока!